здравствуйте дорогие друзья с вами елена предыдущем видео мы пересадили укорененные в воде и в перлите листочки в грунт а кроме этого разобрали все тонкости все нюансы все секретики которые помогут нам сократить время от момента укоренения до момента появления деток ну а сегодня мы посмотрим и разберем что нам делать дальше когда детки уже появились если вы смотрели предыдущее видео то знаете я вам говорил что не следует сажать листочек чтобы деточки появились быстрее в полный стаканчик что лучше насыпать немного но когда детки начинают появляться то им там не очень удобно разрастаться пока они маленькие конечно им хватает места света но когда они начнут расти и увеличиваться как например вот в этом стаканчике растет одна детка от листочка то у них вот получится вот так вот ручки вверх но это вот с тем еще что здесь одна детка если их будет много то конечно им будет там тесновато поэтому вот в этом стаканчике листочек грандито пересмотреть это видео я вам там показывала какие он нарастил воздушные корни какие мощные но он был посажен низко и поэтому я его приподняла досыпала вниз грунт и посадила снова вот то же самое я сейчас сделаю ты с этим листочком покажу вам как это делается конечно может быть мне кто-то возразит у каждого свои способы что сразу лучше посадить растение таким образом чтобы деткам не было тесно но вот на своем опыте я вам рассказываю только так как удобно мне ваша задача попробовать и сделать так как удобно вам если мы сажаем сразу в большой стаканчик то получается подольше а нам всегда как правило хочется весь этот процесс сделать побыстрее так я досыпала грунт переставила сюда листочек и еще вот что здесь немножечко вот добавляю землю чтобы вот здесь вот везде по бокам не было пустот и теперь посмотрите теперь деткам будет развиваться гораздо комфортнее тем более что этот сорт фиалки стандартный и сейчас видите какой у нее крупный листочек и разрастаться детки я думаю будут довольно таки пышненько и вот в таком виде им будет гораздо просторнее обязательно поставим в такой вот не в непрозрачный горшочек стаканчики так как в прозрачном корнях будет не очень комфортно непривычно развиваться так это все будет гораздо быстрее конечно многие может быть мне возразят что это займет много времени конечно я с вами согласна если у вас очень много растений то возможно как-то следует по-другому отнестись к этому процессу но у меня не так много фиалок и мне доставляет удовольствие за ними ухаживать и мне кажется что так действительно получается быстрее детки получаются более такие сытенькие красивые свежий грунт который мы немного добавили конечно есть и больше питательных веществ детки будут расти лучше но если вы не будете так пересаживать то для ускорения процесса роста деток можно подкормить растения если корневая система развита хорошо то можно взять удобрение для декоративно-лиственных растений а если корневая система развита не очень хорошо то возьмите комплексные удар удобрения чтобы простимулировать и корни и листочки если при пересадке немного ком земли повредился то можно на на недельку где-то поставить растение в тепличку а если процесс прошел практическим методом перевалки то в тепличку можно не ставить если корни не были нарушены а вот случае вот с этой потросшей деткой который я вам показала я также обвелю листочек он уже ей не нужен так вот он у меня с корнями немножко на детку я пересажу видите как здесь очень много корней поэтому посажу в этот же стаканчик также досыпала здесь и сейчас досыплю грунт ну вот посмотрите что у меня получилось вторую детку я также пересадила у нее также большая корневая система ну а вот эта детка где который я отделила от листочка вот видите так как у нее ручки вверх она вот так вот качается поэтому чтобы она была более устойчивой я сейчас ее немного закреплю так делаем а это для того чтобы корни укоренились они вот фиалка не должна так сильно качаться возьму вот так вот палочку вот она с одной стороны и вторую палочку вот так вот с другой стороны и теперь фиалка шататься не будет и корни быстрее приживутся но такой вот если палочка деревянная долго ее держать в земле не надо потом мы ее сейчас вот укоренятся где-то за недельку за полторы и я их аккуратно эти палочки вытащу фиалочка уже сама будет хорошо держаться в грунте но если этого не сделать то она будет постоянно шататься корни будут травмироваться она будет плохо приживаться и в итоге может погибнуть эти растения конечно поставлю в тепличку ну а сейчас всего доброго до новых встреч друзья